Камбаров отправил мяч в ворота Невчи, но его не засчитали. А в компенсированное к первому тайму время гости убежали в контратаку и Досилва забил гол, который оказался единственным. 0-1 и задача Арсенала становится крайне сложной. Ответный матч второго отборочного раунда Лиги Европы между Невчи и Арсеналом пройдет в Баку 1 августа. В завершении выпуска о погоде в Москве 25 градусов, давление 749 мм рт. столба, влажность 61%. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, без осадков, 26-28 градусов, завтра до 30. Елена Лиховская, служба информации, ХМСКВИ. Дело прежде всего. Реклама. Поездка за покупкой недвижимости в Грузию, в Батуми, где вас очень любят и ждут. Это уникальный шанс стать собственником роскошных апартаментов под ключ на первой линии моря от надежного застройщика «Орби Групп». Первый взнос всего 300 тысяч рублей в Грузии. Вам всегда рады. Приезжайте и убедитесь сами. Звоните 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net. Радио «Эхо Петербурга» 91 и 5 ФН Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. За номером FLFS77DFIS 57571. От 8 апреля 2014 года. «Эхо Петербурга» радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет и вы слушаете «Эхо Петербурга». Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение». 11 часов 6 минут. В студии Татьяна Троянская. Программа «Особое мнение». Я приветствую Льва Щеглова, доктора медицинских наук, профессора и общественного деятеля. Лев Моисеевич, добрый день. Добрый день. Кому-то день, кого-то утро. Мы уже на связи. И у нас работают наши средства. Той же самой связи. Плюс 7 931 291 58 00. Это номер, на который вы можете присылать смс. И YouTube у нас тоже работает. Трансляция на канале «Эхо Москвы в Петербурге». Присоединяйтесь. Я уже вижу, уже к нам присоединяются. Лев Моисеевич, продолжается этот сериал. Не знаю, дурной, наверное, сериал под названием «Муниципальные выборы». Причем есть муниципальные выборы версия Санкт-Петербург. Есть муниципальные выборы версия Москва. Но сейчас давайте о московских. Поскольку вчера, я думаю, вы тоже видели это в дурном смысле шоу выноса «Любови Соболь» с диваном. И как вообще, что происходит? Это, по-моему, уже абсурд. Ну, я бы сказал так, потому что меня это тоже, конечно же, весьма впечатлило. Ну, я бы сказал так, что вот именно это называется такими общепублицистическими терминами, которые иногда человек не очень способен понять. Как, скажем, деградация власти. Это деградация. Это для обычного человека яркое свидетельство нескольких вещей. Первое, что, видимо, надежды на договороспособность власти надо вообще забыть. Потому что ведь очень многие, да, честно говоря, и я, в том числе, еще ряд лет назад, ну, надежда же умирает последней, да, все время как бы предполагал, нет, ну, это безумие там по поводу чего-то происходящего. Они очнутся, они прекратят. Нет-нет, ну, как же. Ну, для меня совершенно ясно, тем более, вот вы сами сказали, петербургские муниципальные, московские. Это, безусловно, центром управления имеет единую точку, самую высокую. Это сознательное решение властей, начавшееся более десяти лет назад. Любое, что ей не нравится, просто ломать через колено, к сожалению, похоже так. И это приобретает неизбежно абсурдистский оттенок. Вот это вот почему-то многие не понимают. Это неизбежность. Мы можем вспомнить, как деградация власти привела к концу Советского Союза. Шапелявище Брежнев, который, кстати, зловещей фигурой не был. Он был просто фигурой абсурда и маразма, импотентности самой системы. Мы прекрасно знаем, что происходило с авторитарными, а тем более уж, не дай бог, с тоталитарными режимами в конце власти, вплоть до такой черной иронии, связанной с реальными смертями и всякое такое. Договора способностей нет. И самое поразительное, что власть как бы для людей размышляющих признает, что никаких ведь аргументов у нее нет. Просто нет. Ведь взять и сказать, что Любовь Соболь, Илановы, Петровы, Сидоровы и все те, кто захотели пойти в муниципальную власть, в основном молодые люди, разных причем убеждений, они далеко не скованы единой какой-то оппозиционной психологией. Это же счастье для страны, по логике. Это возникли неравнодушные граждане. Подождите, но это меняет структуру. Они не захотели пыхтеть в фейсбуках, за что действительно иногда интеллектуалов корят. Вы там диванные стратеги, вечно всем недовольные. Пойди, иди и сделай. Возьми лопату и убери. Там всякое такое. Эти люди хотят взять лопаты. Я им искренне сочувствую и, в общем, очень их уважаю, потому что на этом фоне это адский труд, когда создана вся система, достаточно жесткая, нелогичная, способствующая коррупционности и так далее. Это золотой фонд граждан страны. Хорошо, вы считаете, вы, которые уже встроены во всю эту систему своими руками, ногами, галстуками, удостоверениями, кошельками, вы считаете, что это базатеры, бессмысленные пустые люди. Докажите, объясните. Объясните всем гражданам, что, ну, смотрите, что, конечно, надо как-то... Но они же как объясняют, неправильно заявление заполнил, ошибся, подписи. Это подлость. То есть получается, что если власть чего-то не хочет, у нее есть только два варианта. Оболгать человека, взять и заявить, но уже это не очень прокатывает. Что-то я не слышал этих заявлений, что все эти сотни молодых людей куплены ЦРУ в совокупности с Джонсоном, Меркель, израильская разведка или еще что-то. Уже это не очень прокатывает. Значит, оболгать их, что они наркоманы. Мы недавно были свидетелями грандиозного, но к их, к сожалению, провалившегося шоу насчет всех наркоманов, кто не угоден власти. Значит, они наркоманы, подлецы, подонки. Они неправильно заполняют. Слушайте, элементарная логика. Они знают, что они идут в логово бороться. Я просто, исходя из этого, я уверен, что каждый, кто туда идет, он каждую подпись вынюхивает, высматривает и прочее. Нет. Значит, два пути. Оболгать. Грузить всяким негативом, не допустить. Или просто дубинкой по голове. Вынос дивана — это та же дубинка по голове. Это фактически физическое воздействие. Ну да, женщина, за шиворот ее взять вроде бы неудобно. С диваном вынесем. Потом подъедет экскаватор и вместе с твоей квартирой тебя из дома вырежут и вынесут. Это я как бы иронизирую, но уже близко. Ну то есть власть, мало того, что она не хочет, она неизбежно переходит вот в такую стадию агрессивно-маразматического распада. Вот буквально, знаете, я нашел, ну был такой суходрев, в общем, были телефоны, нет, стенограммы Политбюро. И вот когда распадался Советский Союз со всей этой геронтократией, несменяемой, один член ЦК КПСС, сейчас то, что я произнесу, это звучит как будто бы он соревнуется со Жванецким. Но это, в общем, серьезно было, и в этом, как ни странно, есть определенный смысл. Он заявил, это просто, ну, Салтыков щедрин. Вот последние годы советской власти, он на ЦК КПСС заявил, каждая самостоятельная мысль является, по сути, антисоветской. Вы понимаете? Ну да, это прекрасно. Это, несмотря на то, что это дико смешно, но это же правда. Поэтому сегодня каждый самостоятельно мыслящий человек, даже если он не оппозиционер, он в какой-то степени, и так не он делает, а так власть делает, он как бы противник вот этого сложившегося режима. Это на самом деле, кстати... А он не оппозиционер, никакой не яблочник, не неяблочник, он просто вот хочет жить как-то вот по каким-то справедливым канонам, попытаться поучаствовать в выборах. Что такое выборы? Выборы — это когда люди выбирают. Нет, дружок, тебе быстренько покажут, что... Кого надо выбрать. Да, ну то есть это уже безумие, которое, мне кажется, на сегодняшний день безвозвратно. Безвозвратно. То есть только... Похоже, что они измениться не могут. Вниз. Да. Только разрушится до конца. Да. И я думаю, что в ближайшее время мы будем свидетелями... Вы же знаете, что по закону Паркинсона ничего нет такого плохого, которое не могло бы стать еще хуже. Вот ничего. И вот мы в ближайшее время, увы, это очень плохо, у меня нет ни капли на этот счет злорадства, это очень плохо, мы будем свидетелями действия этого закона. Но вопрос, как долго продлится еще это разложение? Не верю никаким не политологам, никаким не аналитикам, ни себе, ни вам в этом случае, если будут даваться вот... Какие-то конкретные даты. Ровно 13 месяцев. Или там через 8. Осенью 2019 или 2021. Мысль простая. Стратегически это обречено. Обречено, нежизнеспособно. Не бывает чудес, чтобы при шамкающем Брежневе, при диком перекосе денег на какую-то оборону и обнищение населения, сохранилась бы страна. Вот она развалилась. Обречено то, что связано с экономической нецелесообразностью и бессилием, и нарастающим маразмом и бесконечной ложью. Советский Союз развалился не только по экономическим причинам, хотя, конечно, наверное, в основном, но и потому, что от страшного вранья, от бесконечного обмана всех, включая себя самого, уже люди, ну, обезумели. Заметим, члены КПСС, среди которых были все офицеры, которых были миллионы, не сравнить их веру было в марксизм и ленинизм с верой, с верой в кавычках, в какую-то единую Россию. И то, когда Советский Союз развалился, хоть 10 офицеров, у них оружие, у них присяга, вышли за сохранение режима, все это проглотили, кто-то с тайным удовольствием, кто-то с явным удовольствием, а кто-то так, ну, король умер, да здравствует король. Так же будет и в нашем случае. Вот ровно будет так же. Но вопрос, чтобы, наконец, он умер, ну, я не в буквальном смысле, я проговорю про систему. Да, под королем мы понимаем сложившуюся систему властных отношений, мы понимаем под этим то, что так печально и так остро, еще много лет назад Герцан, великий Александр Герцан заявил, что власть в России располагается как оккупационный режим. Вот насколько прозорливо, насколько он был ненавидим такими псевдопатриотическими писателями и философами, и насколько это вот, ну, одно и то же, как бы. За ближайшие сотни тысяч лет эволюции человек отличается от другого очень многим, но все-таки две ноги, две руки и тому подобное. И вот эти общие признаки, да, они те, которые увидел Салтыков-Щедрин, который увидел Кавка и Орл, которые видят сегодняшние яркие публицисты и аналитики. — Лев Моисеевич, ну, по поводу маразма нашей власти мы уже с вами здесь рассуждаем не первый год, я бы сказала. — Я сказала, да. Но вопрос не то, что мы это хорошо понимаем, да, и те, кто нас слушает, возможно, хорошо понимают, а количество недовольных растет. Я сейчас вот говорю о Петербурге и о митинге, который был 24-го числа. Наконец, все, ну, оппозиционеры вроде бы даже договорились, и несмотря на то, что во время выступления одного из кандидатов в губернаторе Бортко, Владимира Владимировича Бортко, крики были «снимайся», все-таки, в общем, единение некое случилось. — Некое есть, да, это очень хорошо. — И количество людей, ну, по разным оценкам, от трех до пяти тысяч было на Финляндском вокзале, и это тоже прогресс. То есть вы считаете, что город пробуждается? — Пробуждается. Медленнее, чем происходит сгущение вот этого какого-то всего дикого. Но это очень длинный процесс. Я вот когда-то был поражен. Для некоторых это, может быть, повод для самовозвеличивания, когда вдруг вот то, что ты понимаешь, остро понимаешь, ты чувствуешь, что большинство людей вообще не способны. Ну, так устроены народные массы. Ну, даже в советское время мы знали, ну, больше на земле, причем это во всем мире. Ну, умных людей или глупых, ну, образованных и совестливых, или малообразованных и эгоистичных. Ну, это же как бы озвученные истины. Но я бы сказал, что... Кстати, вот как раз вчера я виделся с одним своим старинным приятелем, который приехал из Америки, он там 30 лет уже живет. И там наблюдается вот то, что у нас, конечно, ярче. Это расщепление общества. Расщепление. То есть, вот смотрите, мы с вами беседуем, и, надеюсь, большинство наших слушателей понимают, что вот с этими муниципальными выборами, ну, совсем власть как бы, ну, обезумела. Она обезумела. Это основной аргумент дубина. Но я вас уверяю, что если мы с вами бы задали этот вопрос, а как вы относитесь к происходящему на муниципальных выборах? На станции какой-нибудь там ФМ России или еще что-то? Ну, я уверен, что процентов 80 населения даже бы сказали, а что это за муниципальные выборы? А что там вообще происходило? Ну, это тоже очень плохо. Люди, не понимая, ощущая глухое раздражение, прекрасно понимая, что если сосед какой-то богатенький, у него будет все лучше. Богатство его связано с воровством, скорее всего. Моему ребенку перспектив почти нет. Идет глухое такое неприятие. Оно совершенно зачастую еще не выражается в понимании того, что есть причина и есть следствие. Я недавно одного человека спросил. Скажи, пожалуйста, он такой безумный антиукраинец. Ну, в политическом смысле. Я его спрашиваю. А как ты считаешь? Ну, вот я слышал, хоть я не смотрю, эти вещи называют Украину фашистским государством. Да? Конечно, да, это фашистское государство. Я говорю, подожди, а как ты себе представляешь, когда в фашистском государстве при свободных выборах, нет жалоб на нарушение, выбрали еврея, главным начальником. Это поразительно. Он что-то мычал. Ну, а что тут скажешь? Я говорю, может, я тебя в чем-то убедил? Нет, ни в чем. Длительное время нужно. Ну, да. Лаг, шаг от тех, кто считается более образованными, более интеллектуальными, более совестливыми. От того, что они понимают. И до того, чтобы это стало понятно. Основной массе он очень длинный. Ну, может быть, нужно, чтобы тебя это коснулось, потому что вы вспомнили. Да, для обычных людей, да. Когда к ним придут, заломают руку сыну ни за что, ни про что, поволокут ночью, что запрещено Конституцией, в Следственный комитет или в полицию, тогда они скажут, что это происходит. Только так. Но так устроен человек в своем большинстве. Поэтому вопли о том, что народ темный, народ запутанный. А примерно он, кроме своей истории, конечно, история цыганского народа сделала специфическим этот народ, история грузинского, тот народ. Но глубинно все примерно одинаковы. Ну, да. И очень хорошо я даже, наверное, могу понять людей, которые не живут в России, а живут в Америке. И говорят, да все у вас прекрасно. Потому что, когда я разговариваю со своей тетей в Израиле, которая смотрит телевизор, она говорит, почему Путин же такой молодец. Конечно, конечно. То есть она живет в другой стране. Да. Еще раз хочу сказать. Количество глупых людей, как масло по хлебу, размазано по всему миру. Но только иногда тот, кто мажет, на один край может погуще нанести слой. Вот у нас погуще. А в целом, ну, потом, вы понимаете, сейчас вообще удивительный мир. Он действительно гибридный. Потому что вот мой же приятель вчера, который не был здесь несколько десятков лет, гуляя, естественно, по центру Питера, он, и я его могу понять, это правда, он в восторге. Красивый город, да. Гигантский город. И люди стали немножко, так сказать, ну, он помнит, 30 лет назад, толкнут, извиняться. Ну, вот, и это правда. Машины стали пропускать. Да, пешеходов пропускать. И это правда. Одеваться стали, простите, более лучше. Более лучше. Гораздо более лучше, нежели. Да, но вот поэтому там, скажем, у условных людей типа вас и типа меня, тем более дикие переживания, когда мы понимаем, что и наш город, и наша страна могли бы быть реально передовыми по потенции, по возможностям. Если бы они управлялись несколько иначе и несколько иными людьми. Ну, а пока управляется так, как управляется, и вот еще вчерашняя новость, которую продолжают обсуждать, то, что полиция Москвы, завтра будет митинг в Москве по поводу выборов, и полиция просит уведомить о журналистах, которые будут работать на акции, то есть дать сведения журналистов, которые придут на акцию. А они это, ну, говорят, потому что безопасность, мы будем обеспечивать безопасность. Вот мы сегодня с коллегой думали, что они поставят... Поскольку я понимаю, журналисты носят опознавательные знаки. Во-первых, да. Зачем тогда это? А во-вторых, простите, если будут сданы данные, что всех в лицо будут знать? Нет, это общий пафос. А зачем? Или запугать из серии, если твои данные у нас, может быть, ты будешь вести себя по привлечению. Конечно, вот опять же, давайте попробуем влезть в голову простого человека, который ничего не понимает, но он чувствует, чувствует, что самое страшное, что сегодня может быть, это протесты против сложившегося порядка вещей. Помните, была, уже как бы устарела, но тоже относится к нашей реальности, такая черноватая шуточка после пуссерает, когда подросток говорит, мама, я пойду погулять, можно я там на улице немножко людей постреляю? Она говорит, давай только аккуратненько, но главное, в храме не пляши. Такая идиотская черная шутка, но она ведь говорит о том, что люди очень хорошо чувствуют, где можно даже людей пострелять. А вот где, извини, если ты сюда зашел, на эту территорию, то и дубины по голове получишь, и наркотики у тебя будут обнаружены, и в тюрьме ты окажешься. Вот это реальность. Другое дело, опять же, история, как говорил один мудрый человек, весь урок истории состоит в том, что она никого не учит уроком истории. Но все-таки история такова, что при подобном основном взаимодействии со своим населением, этот режим в длиннике обречен. На короткое время он, безусловно, побеждает. Безусловно. — Давайте продолжим. И новости, которые случились не вчера и не позавчера. Я об убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Ну, есть подозреваемые. И, в общем, вся эта история вызвала достаточно много шумихи. И не только во многих российских СМИ, но и на Западе. И все говорят об этом списке, который есть. И, в общем, вот это к вопросу, что можно, что нельзя. То есть, если есть такой список, почему никакой реакции на него нет? Понимаете? — А это, как ни странно, продолжение того, о чем мы только что говорили. Это же не только народ, но и представители власти. Они как бы чувствуют, что враг страны и людей не вор, который распиливает и развращает молодежь воровством. А именно вот какие-то не те. Все должны быть те. Как в советское время, если вы слышали, вряд ли вы это помните, за не ту прическу дружинники хватали на улицах и волоклеив в милицейский пункт и прочее. Это ужасно. Вот эта агрессия, которая выходит на уровень убийства, она ужасна. Причем речь ведь идет далеко не о том, как некоторые воспаленные умы, что прямо вот там какие-то силовики получили приказ, пошли и ее убили. Ну, это, конечно, чушь и бред, но опять же то, что мы только что обсуждали. Всякие негодяи, просто психопаты, они вот тоже нюхом чувствуют, кто есть враг. Вы понимаете, вот что бы ни говорилось впрямую, но вот атмосфера, вот в воздухе, что враги ЛГБТ, они разрушают нашу великую нравственность. Те, кто критикует власть и так далее. И по отношению к ним вот эти психопаты, возможно, осуществляют свои акции, но а кто их накачал вот этим ощущением, что это враги, по отношению к которым должна быть... Это пятая колонна, это предатели, а как по отношению к ним? Да, сейчас мы сделаем паузу, вернемся после московских новостей. 11.30 в столице. На эхе новости у микрофона Елена Леховская. Здравствуйте. В Хабаровском крае закрыли палаточный лагерь под названием «Спецназ дети» после избиения ребенка. Об этом сообщает сайт «Сибирь реалий» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. По данным издания, 11-летнего мальчика избили и выбросили в окоп. После того, как ребенок дозвонился до родных, его доставили в Хабаровскую больницу с черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника. Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сегодня утром государственные информационные агентства сообщали со ссылкой на Министерство образования региона, что лагерь «Спецназ дети» закрыли из-за того, что один ребенок получил травму во время сборов. О том, что мальчик был избит, ничего не говорилось. Все члены экипажа российского танкера, задержанного под Одессой, вернулись домой в Краснодар. Они летели через Кишинев и Москву, сообщает агентство «Интерфакс». Капитан танкера Илья Дробяско ранее сказал, что не станет давать показания украинскому суду, поскольку не считает себя свидетелем по делу о конфликте в Керченском проливе. Он также добавил, что экипаж никаких законов не нарушал. Накануне стало известно, что служба безопасности Украины задержала танкер как вещественное доказательство. В Киеве считают, что танкер блокировал проход украинских военных кораблей через Керченский пролив в ноябре прошлого года. Избирком Забайкалье окончательно отказался регистрировать кандидатом в губернаторы коммуниста Юрия Гайдука, которого прежде допустил до выборов. Об этом сообщает агентство ТАСС. В комиссии сказали, что политик предоставил достаточное количество качественных подписей, но они были собраны в 17 муниципалитетах, вместо положенных 27. Главным конкурентом Гайдука был самовыдвиженец, член партии «Единая Россия» Александр Осипов. В понедельник коммунисту вручили документ, в котором говорилось, что основания для отказа в регистрации его кандидатам не усматриваются. Через два дня Гайдук получил исправленный от руки протокол, где было написано, что усматривается в комиссии. Это объяснили технической ошибкой и ночным заседанием, пишет сайт Медиазона. МЧС объявила штормовое предупреждение в Бурятии и Забайкалье из-за ливни. Об этом сообщает агентство ТАСС. Кроме того, предупреждение действует на территории Тувы. В Бурятии усиление дождей ожидается в субботу и воскресенье, в Забайкалье в воскресенье и понедельник. В Туве уже дожди и грозы, возможен град, порывы ветра достигают 25 метров в секунду. В комплексе Москва-Сити собираются открыть парковку на 3000 мест. Как пишет агентство Интерфакс, Мосгорстроенадзор выдал соответствующее разрешение. Ведомстве отмечают, что паркинг возвели за счет инвестора. Здание паркинга включает в себя 5 подземных и 14 наземных этажей. В Москве 25 градусов в течение дня до 28 без осадков, завтра до 30. Елена Лиховская, служба информации, Эхо Москвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Реклама Вам нужно всего 300 тысяч рублей, и вы станете собственником роскошных апартаментов в Батуми, в Грузии, где вас очень любят и ждут. Один из крупнейших застройщиков Европы – Орби Групп. Новый комплекс Орби-Сити. Первая линия моря. Горы. Солнце. От 3 миллионов рублей. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. Звоните. 8 800 550 5662. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net. 321 88 44. Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. СМС-портал Эхо Петербурга. Плюс 7 931 291 58 00. Вы слушаете программу «Особое мнение». Мы продолжаем программу «Особое мнение». Лев Щеглов, доктор медицинских наук, профессор и общественный деятель у нас в студии. Мы говорили об убийстве Елены Григорьевой и вот про то, что да, действительно, вы сказали, что некоторые люди понимают вообще, что можно, а что нельзя. Мы воспалились, понимаете. Я неглубоко владею этой темой, но так же, как любой, кто в интернете отслеживает новости, я даже запомнил. Вот один там Гоша Тарасевич в Москве, вот эти ноты национально-освободительное движение второй, Петрунько. Послушайте, из акции в акцию, причем это видеоматериалы, они нападают на всяких, вплоть до бабушек, которые с плакатами. Они дерутся, они обливают какой-то гадостью, вплоть до дерьма кого-то. Ну, то есть состав хулиганства подтвержден уже 40 раз. Другой бы человек уже нормально отдыхал бы в колонии и размышлял бы о своем поведении. А эти прыгают и пляшут по Москве. Ну, вот как это? И вот это ощущение, опять же, что если якобы наша жизнь – это баррикады, и все общество расколото одни с одной стороны, другие с другой. И вот если ты на правильной стороне, ты можешь, даже совершая преступление, как-то нормально существовать. А вот те, которые на другой – это не люди, то, что философы писали о феномене расчеловечивания. Для этого все слова – враг, предатель, пятая колонна, враг России, подонок, агент ЦРУ. Я его считаю таким, которому, в общем, и по башке дать палкой неплохо. А уж психопат даст по голове и ломом. Это правда. Это страшно. Это страшно, потому что, опять же, любое оружие, оно обоюдоострое. Это приведет к общей атмосфере, ну, ребята, ну, почти какого-нибудь там начала 30-х годов Германии. А вот непосредственно активистов это наоборот раззадорит? Или, может быть, кто-то вообще дважды, трижды подумает? Социально ориентированные, в скобках, психопаты, они очень чувствительны. Стоит двух-трех, хотя я ненавижу слово «показательные акции», но как бы показательно посадить на серьезные сроки, и окажется, что они могут себя регулировать. А когда вот все это так да этак, да мы не нашли преступников, а кого нашли, у него очень хорошая характеристика, дали условные три года, и он живет себе дальше, это как раз вполне возбуждает. Конечно, нелепо всяких большевиков вспоминать, но положение о том, что работает не жестокость наказания, а его неотвратимость, это самый мощный регулятор в любом обществе. Если я знаю, что я сворую и в 90% случаев буду наказан, я, скорее всего, этого делать не буду. Если я знаю, что я сворую, а вероятность наказания 15%, и даже в силу борьбы с коррупцией, в кавычках, станет 25%, я все равно буду воровать. Так устроен человек. А неотвратимость наказания мы видим, к сожалению, в основном по отношению к несчастным забулдыгам, которые там своровали две бутылки водки. Вот у них неотвратимость наказания. А там, где исчезают вагоны из бюджета, миллиарды, миллионы, нет. Нет, но иногда случаются такие показательные. Так вот эти 25%. Вы добейтесь 90%, и это все схлынет. Хотя бы за счет страха. Эти показательные, это же такие междоусобные разборки. Конечно, ну конечно. Кормовая база сужается, а аппетит тот же. А морали никакой нет, цинизм. Ну почему там группировка из пяти миллиардеров не сдаст какого-нибудь замминистра или какого-то вице-губернатора? Да с удовольствием. Ну или про неотвратимость вот этой вот забавной истории с Навальным, которого задержали, который выбежал. Они уже из него сделали героя, хотя он действительно и сам заслуживает этого. Это первое. Второе, они уже плюют на все. Мы с вами еще не говорили, что вот это безумие, которое творится с муниципальными выборами. Слушайте, ну нельзя же... Вот клянусь, по крайней мере для меня, было бы честнее, взяли бы и сказали. Значит так, власть считает действия Конституции в настоящее время нецелесообразным. Мы ее выбрасываем. Но честнее было бы, да. Но они же нарушают бесконечно, уже по ночам. Слушайте, ребята, давайте эти сталинские воронки черненькие такие высылать, чтобы была полная аутентичность. И чтобы обязательно следователи были в хромовых сапогах. Ну давайте вернем вот это прошлое. То есть раз за разом то, что по основному закону страны. Это как, ну как Библия для христианина, как Коран для мусульманина. И они ее нарушают постоянно, спокойно совершенно, ночные обыски. Что это такое? Это запретные вещи. Это оговаривается специально даже в случае возможности теракта, санкции суда, то, сё. Да нет, оказывается. Я как сейчас помню, многие это прошли в советское время. В прошлом эти дергания в КГБ и внимательные беседы с КГБшником, следователем. Задача у них была только одна. Завербовать или в отчете начальства написать профилактическая беседа, то, сё. Так он мне вот, и это многие, видимо, их обучают так. Он говорит, вы просто не понимаете. Есть понятие целесообразности. Вот сейчас не целесообразно, я ещё тогда был поражён. Вот было бы целесообразно, я бы вам сказал, что академик Сахаров – это гигант. А сейчас он враг. Я говорю, а кто решает целесообразность с нецелесообразностью? Мы. Мы же спецслужба. Кошмар. И он искренне довольно говорил. Ну вот вопрос, да. Вот вам сейчас скажут. Так может быть и они верят. Что выносить соболь с диваном. Потом, не дай бог, дать ей дубинкой по голове. Потом нарушить все законы, взять в заложники её маму. Ну я, естественно, фантазирую, да. Скажут, но это целесообразно. Но смотрите. Сейчас такая обстановка. Мы всё время говорим, что… Решать будем мы, что целесообразно. Но мы всё время говорим, что про нас говорят неправду. Ну, западные СМИ, да. Мы всё время говорим, что они лгут о нас. Но вот если представить картинку, когда вот эти службы выносят соболь с диваном, это тоже будет клевета, когда картинка говорит сама за себя. Ну, конечно, нет, конечно. Ну, поэтому начинается вот этот бредовый совершенно. Но для идиота, может быть, что нам надо было мебель для дезинфекции выносить. Ну вот необходимо. А эта дама уселась и всё тут, ну и всё. Завелись клопы в диване. Ну, для нормального человека это бред. А для какого-то совсем замусоренными мозгами. А чего они действительно мешают? А ты не ходи на митинги. А ты ничего не говори против. А вот Элли Панфиловой, вы верите, когда она говорила, что это не Навальный, это мы защищаем права избирателей, и поэтому будем разбираться со всеми этими делами. Нет. У Эллы Панфиловой наблюдается синдром, который преследует всех нас в определённом смысле, очень занимающих высокие посты больше. Это синдром эмоционального выгорания. Начинала она, насколько я помню, достаточно искренней и, конечно, никакой не стоящей на стороне зла дамой. Но курочка по зёрнышку. Время складывается из секунд, минут, часов, месяцев, лет. Прошло много лет, и она просто-напросто не смогла быть бойцом. Она дрейфовала вместе с льдиной, которая дрейфует в определённом направлении. А вот и всё. У неё бы был другой шанс? Наш президент тоже совсем другой, нежели тогда, когда он начинал. С одной стороны, многие говорят, как это может быть, сотрудник КГБ, это один и тот же, это у него план был вперёд на 40 лет, и он его реализовывает. Как бы то ни было, человек, особенно на очень серьёзной работе, ну, слушайте, хирурги выгорают, патологоанатомы выгорают, психиатры выгорают, а властимущие, они дрейфуют в определённую сторону. И с Элой Панфилой, на мой взгляд, произошло то же самое. Наверное, изначально она была достаточно адекватным, чистым и, в общем, скорее даже демократически настроенным человеком. Но шаг за шагом, вот здесь поединокомпромисс, пускай, ну, я, естественно, придумываю, пусть несправедливо обидят Иванова и Петрова, но чтобы спасти Сидорова. Потом уже одного Иванова, чтобы двух, или наоборот, и вот так вот шаг за шагом мы становимся другими. Ведь мы взрослеем и стареем тоже ведь не в одну секунду. Это очень длительный, постепенный процесс. А потом, хопа, и ты уже старик. Как же так? Так вот, сегодня для меня Панфилова, она, мне даже как-то её жаль несколько. Заметим, поэтому невротические реакции с её стороны очень частые. Но, Лев Моисеевич, смотрите, всё-таки... Это не убеждённый, это не тип Милонова, Мизулина, Яровая, ну и дальше по списку. Которые лицемерят. Да, нет-нет-нет, это в основном трагично. Но ты сам зашёл в эту дверь, её под дулом пистолета никто не тащил. Мне кажется, разница между Путиной и Эллой Александровной в том, что всё-таки Путин создавал эту систему, а она в неё влилась. Согласен. И, в общем, она, наверное, изначально была обречена на неуспех, или она надеялась, что она сможет хотя бы вот в этом... Вы знаете, я вам скажу вот так вот. Наверное, это какая-то особая чутьё у людей в политике должно быть. Ведь я... Вот мы с чего начали, с этих муниципальных. Власть что показала? Что с ней договариваться, в принципе, бессмысленно. Вот я и, наверное, другие начинаю это полностью осознавать сейчас. А ведь есть те, которые это понимали и пять лет, и семь, и восемь. А десять лет назад я был другой. Я считал, искусство компромиссов, если ты оппозиционный политик, конечно, надо договариваться с властью. Что ещё за выходы на улицу? Это же кровь может пролиться. И вот пришло время, когда даже те, кто хотели в это верить, как я, мы видим, что они не договороспособны. Либо делай, как я тебе говорю, власть ведёте, либо дубиной по башке. Под дубиной мы можем понимать вон с работы, подброс наркотиков, и всё что угодно. То есть, получается, она искренне шла, надеясь, остаться... А всё меняется. А зарплата хорошая, есть такие люди, которым это не нравится. И нам с вами бы понравилось. И вот так, шаг за шагом, шаг за шагом, активности, раздражающей власть, всё меньше, а преференций от зарплаты до всяких красивых слов всё больше. А она не относится, мне кажется, к типу личности, боец. Нет? Сложно уставить перед соблазнами. Лев Щеглов, доктор медицинских наук, профессор и общественный деятель, был сегодня в программе «Особое мнение». Всего доброго. Спасибо. Вы слушали программу... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»